друзья всех приветствуем на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки сегодняшний день имеет очень большое значение для всех финансовых рынков прежде всего для доллара и для фондового рынка потому что сегодня у нас выход статистики по американскому рынку труда да это еще не non-farm pearls но это статистика от и дипи то есть оценка изменения числа новых рабочих места уровня безработицы в целом которая будет отдана частным агентством но учитывая высокую степень корреляции между релизами дипе и non-farm pearls мы в принципе по сегодняшним данным сможем с вами прикинуть насколько хорошими либо плохими нам стоит ожидать выход уже пятничных данных вообще этот релиз по non-farm pearls может запомниться трейдером потому что в этот раз а он публикуется в страстную пятницу когда рынки в штатах закрыты когда на всей мировой скажем финансовой арене отсутствует большое количество трейдеров низко ликвидные торги и если а в таких условиях публикуются какой-то значимый релиз либо происходит серьезное фундаментальное событие как правило друзья это провоцирует рекордную волатильность поэтому заранее вас предупреждаю о том что вы можете быть уверены в том что инструмент должен повести себя так как вы считаете но даже с учетом того что у вас есть понимание видение рынка и уверенности я рекомендую еще раз задаться вопросом контролируете ли вы все по рискам соблюдаете ли вы правила риск менеджмента и так далее если есть я пробила с пониманием что это такое я уже много раз говорил пользуйтесь возможностями которые у вас есть работая с компанией амаркетс обратитесь к вашим персональным менеджером и попросите вам помочь разобраться что это такое и как с этим работать я уверен вы получите самую профессиональную консультацию сегодня друзья перед выходом отчета по и дп скорее всего я точно не могу назвать время потому что еще уточняется состоится еще и речь байдена в ходе которой он будет презентовать новый проект инфраструктурных расходов на сумму от полутора до трех триллионов долларов это конечно же хорошо новые расходы новые мосты здания может быть это станет причиной для оптимизма потому что в каком-то формате такого рода программы будут стимулировать еще больше экономического восстановления но самое интересное друзья это не то что в экономику будет влито еще огромная порция ликвидности самое интересное это то что эта программа отличается от привычных нам налогово-бюджетных послаблений и стимулов которые мы ранее обсуждали тем что она будет иметь более длительный период действий и финансироваться за счет заемных средств причем этими заемными средствами будут источником налоговой реформы поэтому сегодня байден будет говорить об изменениях в налоговой сфере сегодня байден будет говорить о росте корпоративного налога потенциально до 28 процентов и по доходам налога до 39 по моему с половиной процента вот как на это отреагирует рынке это большой вопрос друзья мне тоже крайне интересно и я вместе с вами буду держать руку на пульсе смотреть за тем что произойдет с долларом что произойдет с американским фондовым рынком что произойдет с рисковыми инструментами валютного рынка сейчас у нас предварительно просто понимаем что день будет жарким ждем начать по и дп ждем выступления байдена но и работаем с нашими привычными традиционными идеями которые многие из которых показывают очень хорошие результаты нефть 6450 напоминают друзья то что далее по ходу этой неделе в четверг заседания опек она точнее начнет уже сегодня но решение будут оглашены завтра напоминаю что предварительно со ссылкой на рейтерс на блумберг у нас есть инфа что и россия садовская аравия то есть основные участники энергетического пакта лидеры мнений будут лоббировать идею необходимости продления текущего сокращения производства на последующие периоды это на май и июнь и вроде бы как у них есть уже какая-то кулуарная договоренность что именно так и нужно поступить потому что есть сохраняющиеся риски для глобального мирового экономического роста причем интересно что в прошлом месяце когда страны опек заседали принимали решение о том стоит ли увеличивать производство нефти или нет они приняли решение отсрочить на повышение а добычи и это было даже тогда когда количество заболевших коронавирусом не росло в той прогрессии как сейчас и мы не говорили о третьей волне а к вида сейчас все это есть и допускаю что для опек плюс точно будут аргументы решающие того что нельзя сейчас торопиться нагружать общий рынок дополнительным предложением поэтому я рассчитываю то что реакция рынка будет правильной на то что на нем не появится больше нефти и это правильная реакция подразумевает рост котировок к нефти также сегодня в 17.30 запасы которые на мой взгляд не окажут влияния на котировки и бренды WTI потому что это все-таки отчет который еще резонирует с сезонным форс-мажором произошедшим ранее из-за того что аномальные холода стали причиной закрытия ряда нефтеперерабатывающих заводов и сейчас они восстанавливают свою работу то есть цифры еще не объективные и на них еще не стоит полагать кстати вот опи который отчет опи который был опубликован несколько часов назад он сообщил о том что запасы выросли почти на 4 миллиона баррелей по идее рост запасов это негативный фактор для цен на нефть но еще раз повторяю друзья мы с вами к детальному изучению этой статистики вернемся чуть позже когда поймем что загрузка НПЗ находится на нормальных приемлемых уровнях и то что все нет перерабатывающие заводы работают в полном цикле сейчас это не так еще один позитивный фактор для котировок нефти это выход данных по индексу пима промышленного сектора китая тоже несколько часов назад вышел релиз 51 и 9 56 восстановление продолжается лучшее значение за практически год рост наблюдается три месяца подряд это уже друзья хорошая тенденция и чем лучше стать данные из китая из экономики поднебесной тем выше аппетиты со стороны ведущего потребителя углеводородов вот пожалуйста еще одна причина положиться на повышение потребления и на хороший спрос короче по бренду 67 68 остается как бы цели приоритете американский фондовый рынок snp 3950 сегодня мы будем слушать байдена и смотрите за реакция рынка на него трудно предположить какой в итоге окажется эта реакция либо трейдеры будут вдохновлены тем что новые деньги поступят в экономику и улучшит экономический рост либо все-таки они испугаются того что новые деньги станут причиной еще большим инфляционного давления да и вообще реакция корпоративного сектора и физлиц на повышение налога она вряд ли может быть оптимистичной сегодня как бы момент x друзья очень рассчитываю что мы сначала сможем с вами сделать четыре тысячи пунктов по снт и прежде чем завьется коррекция европейская валюта против доллара 1 1703 а фактически мы сделали нашу цель на отметке 1 а 17 я предлагаю пока что короткие позиции держаться власти германии франции накануне признали что последствия третьей волны могут стать ужасающими и риторика к сожалению стала меняться на то что сейчас вот сейчас реально будут серьезные экономические последствия нежели чем ранее потому что год потерян и к сожалению экономика германии из-за новых локдаунов теряет еще один квартал к чему это приведет никто не знает и из-за того что растет количество заболевших во франции германии италии в частности в германии друзья обсуждается вопрос общенационального комендантского часа это болезнь влияет на евро мы в принципе это сейчас и видим по фунту без сделок индекс доллара 93 43 опять же сегодняшний день очень важен для бакса так же как и пятничная статистика по новым фарм апперлса если по итогу недели друзья мы поймем что американская валюта по-прежнему упирается на колоссальный рост доходности американских трежерис то конечно же длинные позиции по доллару точнее короткие позиции по доллару нужно будет отложить до тех пор пока не изменится ситуация с долговым рынком но я рассчитываю на то что все-таки до пятницы мы с вами если вы разделяете мою точку зрения по продажам доллара сможем получить поддержку либо от риторики байдена либо соответственно от трейдеров которые сделают акцент на все-таки растущие инфляционное давление по золоту такой же расклад странно что из-за ожидания даже притока в экономику такой большой порции ликвидности золото по-прежнему игнорирует на мой взгляд очевидные инфляционные риски друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии до завтра